Некто блокбастер сделал замечательную публикацию, которая называется Мутанты захватывают овощные лавки Что значит мутанты захватывают овощные лавки? Он дает фотографии Помидоры, с которых палец торчит красный, помидорный Ну, все какие-то фрукты изуродованные Все они чего-то такое изображают, странное Вот помидор другой, или не знаю, какой даже фрукт, трудно узнать Потому что он похож на... Как будто бы сплелись между собой какие-то красные, продолговатые конфеты Но это кладкие, красные, как помидоры Вот, или, например, клубника, похожая на согнутый палец Перед двумя другими согнутыми пальцами Как бы средний палец чуть выпирает согнутый В общем, что-то такое все неприятное И вот я написал эссе Глядя на эти мутирующие овощи Я представляю Венеру Милосскую будущего Неужели, питаясь этими инкубаторными близнецами Мы тоже начнем мутировать? Как в кошмарном сне Эти все одинаковые помидоры С измененными генами Могут изменить гены внутри нас И если они порождают мутации в помидорах То могут и у нас это породить Неужели эта мутация Это выход из замкнутого пространства Чтобы породить новые формы Разнообразные и неповторимые Как до сих пор было свойственно природе Но в течение тысячи лет Пока не мешался Гомо и Сапиенс С манией бизнеса Где основным лозунгом Из ничего максимальные доходы Неужели, питаясь этими близнецами И человек начнет вторить И повторять их В поисках овощной свободы Меняя человеческое обличие Неужели скульптор какого-то тысячелетия Ближайшего Вылепит Венеру Милосскую С тремя руками И растущими из бедра И приученным комплектом Мужской особи Из бедра как раз Природе свойственно мутировать Но человек подгоняет мутации Вмешательством в генную инженерию И искусственным выращиванием В чудовищных условиях Заключение В концлагерях Живущих организмов То есть всего того, что он заглатывает Внутри себя Овощи, фрукты, мясо, рыба Возможно, бросая семена При этом внутрь себя Для будущих ощущений Что концлагерности Есть обещанный рай небесный Все небесследно В этом мире И всякий выстрел Имеет свое эхо До каких же пор на планете Бизнес будет диктовать Дорогу в пропасть А не мыслители Понимающие механизмы развития И предостерегающие От роковых ошибок Почему мы не слышим голоса ученых? Почему не создано до сих пор Международное научное Экспертное сообщество Которое тормозило бы Появление Трехрок и Венеры С глазами на плечах И пустыней Губи там Где раньше были Мозговые Очаровательные Извилины Продолжение следует... Продолжение следует...